всем привет дорогие друзья ну что мне кажется мы давно не готовили дорогие друзья очень давно поэтому я вам сейчас хочу проверить один рецепт на самом деле конечно же этот рецепт вы все его знаете прекрасно его многие знают мне захотелось и никогда этого не делал поэтому я сейчас при его приготовлю подсказал этот рецепт наталья фальконе и это делала ксюша оксана из тоже из америки ксюшина кухня без без чего-то забыл представляете забыл короче да что же такое у меня все падает короче это курица которая приготавливается в соли я вам расскажу маленькую предысторию этой соли что же то такое у меня на минуточку будет по-богатому рецепт гималайская соль розовая я вам объясню в чем проблема почему именно ее может быть подешевле все-таки на выброс можно сказать у меня здесь такая мельница в которой у меня вот там остатки розовый комник к соли которая идет крупная в которой помолк делать так сказать и я значит заказал на озоне думаю придет мне розовая соль намного мне ее хватит не помню рублей 300 на 400 что-то такое буду туда и добавлять а мне приходит розовая соль уже размельченная ну не то вообще зачем она мне такая нужна и поэтому я ее решил что я вот на розовой соли по дорогому приготовлю курицу из вкус вилла тоже такая пузатая вся красивая сейчас мы будем пробовать давайте переверну камеру берем вот такую посудину я вот думаю всю ее высыпать или не все я думаю что всю конечно все однозначно смысл этого рецепта если кто не знает вдруг что соль ее много не бывает не будет потому что курица возьмет ровно столько соли сколько ей для этого надо и не факт что она будет вся соленая может еще и подсаливать придется так сказала оксана меня нету не доверие к ней доверяю она конечно повар просто от бога вот курицу можно помыть просушить салфеточкой чтобы она была сухенькая вот здесь нужно завязать она как будто бы тоже завернутая какая-то чтобы все это если там будут гореть эти вот эти штучки крылья нужны кто же фольгу надеть на нее в общем сейчас будем смотреть в общем вот такая вот красота получается у меня здесь разогреваем духовку 180 градусов и так как у нас она тут по килограммам почти два кило 960 по соответственно на два часа то есть два килограмма килограмм на час вот так вот получается мне сказали поэтому раз два килограмма значит на два часа сейчас разогреется и мы туда бросим мне даже осталось чуть-чуть соли думаю пусть будет куда чуть-чуть чуть-чуть не знаю говорит она прям покрывается какой-то хрустящей корочкой такой прямо ох мне желтин интересно что из этого получится пока духовка разогревается мне пора навести порядок потому что когда я готовлю друзья все туши свет и на помощь приходит мой любимый пылесос а ну-ка это конечно вообще крутая вещь все вообще эти штучки крошки а я кстати заодно помыл эту духовку что-то тоже загрязнилась в общем у меня сегодня день такой парк хозяйственный как у нас в армии говорили сразу пылесосит и делает влажную уборку но не сказка ли это и вытирает практически насухо прям натирает полы прям знаете и получается вообще просто как будто бы я так никогда бы сам ручную бы не смог бы хотя я очень хорошо мою полы спасибо маме свое время меня с детства этому научила но все-таки пылесос этот посмотрите на него же блестят как воды нету это просто такая легкая влажность которая высыхает и ой извините мусор продолжаем друзья приобретайте себе такой пылесос это реально находка для тех кому тяжеловато уже ползать на карачках и мыть полы ну и швабрый сама не уберешь так слабрый вот реально уговорю сил молочке я кстати пересадил цветок я оборвал верхушки все как вот вы мне сказали так я и сделал мальчик послушный здесь надо еще мне в коридоре какие-то следы были сюда наливается раствор можно просто воду а можно я добавляю специально для пылесосов которые водные вот такая вот вещь у меня крутая здесь в принципе чисто но я все равно всегда прохожусь по каким-то могу я просто выключить мне нужно еще везде пройтись болезнь какая-то все на базу ставим на базу началась зарядка ну прежде чем зарядка мы нажимаем он там крутится вертится сама очищается так пока пылесос или все у меня все готово открываем давай моя милая давай моя хорошая бурка это тяжелый ну все два часа засекаем всего доброго милая моя курочка кстати я еще и наварил кисель представляете мне подарили кисель татьяна спасибо вот такой кисель таких пачка очень вкусный такой знать прям современный но по рецептам видимо он 1884 год селиванов вкусный я уже попробовал вообще порядке здесь навел люблю когда все разложено все это навожу беспорядок на самом деле легко но и навожу тоже обожаю когда порядочек посуду нам это же не работает вот такой вот киселек у меня прям вообще то что нужно это не то крышечку закрою и в холодильник ой куда в холодильник то е-мое некуда ставить я чуть подсел на активе реально прямо знаете для моего желудка прямо не помогает прекрасно ха-ха-ха вы тоже сейчас прямо ахнули мне нравится какая ваша реакция на мой поход на блаженный рынок где я фарфор брал или у людей сердце замирало я сам боюсь этого всего честно я очень резкий папа говорит и ты бы слишком резко все делаешь не а вот да не всегда такой резки по жизни не могу ты живут им медлительность это не про меня либо резко либо не как ваше здоровье так друзья час прошел давайте-ка поглядим что у нас там происходит фу красота какая как пахнет вы себе представить не можете я хочу и немножко перевернуть потому что а нет равномерно мне как всегда с одной стороны иногда бывает это в общем еще часик ждем так друзья ровно два часа я считаю что предостаточно фу предостаточно я все таки наверно сейчас телефон положу потому что ну уронил уронил посмотрите какая красота включаем плиту а прикиньте какая прям пленочка наташа мне про это как раз и говорил что она прям хрустящие короче пусть остывает мне нужно уйти часа на два приду и все покушаем с вами на камеру как мы это любим рецептик вот такой вот проверим заодно да и понятно что она вкусная господи гадалки не ходи добрый вечер дорогие друзья уже добрый вечер в общем вот я себе конечно же откусил ножку кожура такая себе сделать такой вкуснейший салат из рукколы татьяна спасибо помидорчики огурчики бальзамический какой-то такой соус да это оказывается так вкусно пробуем она конечно уже остыла у меня вопрос друзья как вы считаете как вы думаете как кожура прям что дает соль вот эту курку а если я без соли так положу что так не приготовится что это у меня что происходит с солью в общем это невероятно вкусно не сухая вот белое мясо в меру соленая я кажется так теперь буду делать сюда в их это удобно она ничего не пережаривается как будто вот томится вот в этом очень вкусно прям вот реально меру соленая все разваливается и мне кажется диетически особенно с таким салатиком вкусным в общем пишите друзья знали ли такой прицепт прицепт рецепт такой знали вы делали так а если не делали сделайте рекомендую однозначно в общем извините меня не остановить во всем пока обнял приподнял поцеловал все сделал хорошего дня всем всего самого доброго доброго доброго